Доможирова Татьяна Кондратьевна Деревянного Дома в 1963-1969 году в Юго-Западный Округ. Поразило то, что я себя плохо чувствовала, живя в этом железобетонном здании, в железобетонной квартире. По ночам такое было состояние, что постоянно будили извне какими-то толчками, стуками, не давали спать. И вот такое сознание того, что человек годами подвергается такому воздействию, что ему не дают спать, ему не дают выспаться. И он находится в таком, можно сказать, истощенном нервном состоянии. Хотя мне было тогда 30 лет и никаких оснований, я была здорова, больных психическими заболеваниями в роду не было. И такое резкое ухудшение здоровья, конечно, должно было как-то заинтересовать и иметь какие-то объяснения. Но обратиться за помощью, за консультацией возможностей в те годы не было. Потому что постоянно, если врачу, участковому обращаешься с такими вопросами, сразу возникает вопрос, что психический человек нездоров. Одним словом, я испытывала хроническую усталость, хроническую физическую усталость, доходящую до того, что вот если бы нужно было ещё, если ребёнок малолетний вот ещё попросит меня прочесть сказку, или после прочитанной одной сказки прочесть ещё сказку, ещё что-то сделать, то такое твёрдое было убеждение, что сил нет совершенно, что я умру. Если мне придётся сделать ещё вот самую малость, какое-то самое незначительное действие выполнить, то я, такое было твёрдое убеждение, я могу умереть. Систематические истязания, дистанционные, длились годами и десятилетиями. Если перекладываешь подушку из одной стороны дивана в другую, то слышишь, как вверху, в верхней квартире, что-то передвигается по полу, ну, типа тумбочки или стула, что-то двигается за тобой. Такое впечатление, что они видят тебя, они видят, это выводится как-то либо на экран, либо где-то как-то, они это видят и опять на тебя воздействуют. То есть непосредственно над головой ставят какой-то излучающий аппарат, аппаратуру, и это продолжается, истязание продолжается. Иногда при передвижении у них что-то падало, что-то поставленное на тумбочку или на стол, падало, грохалось на пол, слышалось, слышалось падение. Иногда я даже переходила спать на кухню, брала матрас и переходила спать на кухню. Но и там меня эти люди, которые по ночам совершенно не спали, а приходили как бы работать в ночную смену, они и там меня находили. И вот я повторяю, что эти истязания длились десятилетиями. В конце концов я нашла общественную организацию, Московский комитет экологии и жилища. Тогда еще отделение, руководимое Кромкиной Надеждой Васильевной, принимало участие в акциях протеста, в митинг, в пикетах. Мы стояли с плакатами возле Государственной Думы, возле Генеральной прокуратуры, возле кинотеатра художественного, с требованиями прекратить облучение населения. Но наши требования, естественно, не выполнялись. И никто на них не реагировал. Если подходили представители телекомпании, телевидения, то буквально в эту же секунду, когда они подходят, рядом с ними, откуда ни возьмись, возникали какие-то бомжи, которых они в первую очередь на фоне наших плакатов начинали снимать, наводить на них кинокамеру. И как будто бы вот эта наша тематика, нашего пикета исходит вот от этих вот бомжей почему-то. Вот так вот они как из кармана их вынимали и ставили возле нашего пикета. И потом, значит, по телевидению в программе новостей в течение, допустим, двух-трех минут сообщения о проходившем пикете Московского комитета экологии и жилища были видны плакаты, показанные с середины, и там в течение 30 секунд, что не было видно. Плакат, во-первых, был снят как-то с середины, ну, половина плаката в течение 30 секунд. И оставшиеся две с половиной минуты было созерцание этих бомжей, пьяных. Вот так вот телевидение показывало, значит, акции протеста Московского комитета экологии и жилища. Впоследствии, значит, Московский комитет экологии и жилища, ну, я перешла в другую подразделение, там Московский комитет имел как бы, ну, две фракции. Перешла в другое подразделение Московского комитета экологии и жилища, стала членом другого подразделения под руководством Петуховой Аллы Яковлевны. Мы подавали судебные иски, в суд подавали. Но все судебные процессы были организованы таким образом, что изначально мы не могли получить на них так. Как это было поставлено? Поставлено правоохранительными органами. Судопроизводство было такое, неправосудное, что наши дела сознательно разрушались, изымались оттуда документы, разваливались дела. И в результате никаким правильным решением суды не приходили. В судебных процессах не было вынесено ни одного правосудного решения, который бы запретил эксперименты над людьми, запретил облучение населения, воздействие на психику, на детей. Нигде не работающие соседи... Я 40 лет живу в этой квартире по адресу, на улице генерала Антонова. 40 с лишним лет. Мои соседи из окружающих меня квартир, 40 лет, все дома, дома, они на службу, на работу, они не ходили никогда. И вот они все дома, дома, занимаются экспериментами над людьми. Внедряются в психику, управляют сознанием, чужих детей отлучают от родителей. Фактически, это как бы программы отлучения детей от родителей. Дети уже не слушаются. Воспитание детей в таких условиях становится невыполнимой задачей. Потому что то, что днём говоришь ребёнку, за ночь это буквально либо стирается, либо насаждаются совершенно другое. Непослушание. И вообще, ну, сама по себе задача, что ребёнку в сознание может кто-то внедриться, это шизоидная идея, за которую ещё платят деньги людям. Это же вообще, ну, не поддаётся никаким гуманистическим началам, что можно управлять чужими детьми, что можно управлять сознанием человека. Это гестаповцы во время войны над военно-пленными издевались, и то же самое происходит сейчас в наших жилых комплексах. И возникает вопрос, откуда это пошло? Как это могло прижиться в России, в православной стране, где люди были верующие испокон веков, что русскому человеку свойственно доброта, сочувствие, и вот такие садистские наклонности, такие садистские идеи бредовые, сатанистские, как они могли прижиться в России, на какой почве они вообще могли попасть-то, как это, где этот контингент людей, который пропагандирует это и прививает, невольно приходит на ум, что это из-за пломбированного вагона, в котором Ульянов приехал в составе разведгруппы германского генерального штаба, и в этом же составе он вошел во власть. И поэтому у нас в России гнобят русский народ, население, государство, образующее население, просто уничтожается, уничтожается незаконно наука, которую нельзя остановить, но ее надо остановить для того, чтобы остаться живым, для того, чтобы люди остались людьми, а не стали какими-то человекоподобными роботами. Бог создал человека по своему образу и подобию, и никто не имеет права внедряться и переиначивать человека на свой лад. Это противобога, идея сама сатанинская, и ее надо остановить, надо потребовать от правительства запретить эксперименты на людях, облучение населения, потребовать открывать уголовные дела по факту облучения и по факту внедрения в сознание. И всех этих людишек, так же, как арестовывают людей за хранение дома огнестрельного оружия, которые черные копатели выкопали, со времен войны выкапывают, их арестовывают, надевают наручники, хотя эти пистолеты старые, они просто лежат у них в сундуках, а это оружие работает 365 дней в году. Неудивительно, что у детей онкология, заболевания крови, сердечная недостаточность. Сейчас очень много людей умирает, молодых мужчин в основном умирают, ну, как говорится, рака нет, сердце не разорвалось, он молод и цветущий вид, а вот он умер. Никто не разбирается, не ставит даже такой вопрос разобраться, почему человек в добром здравии вдруг умер. Ну вот, в общем-то, и всё. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова